Проезд для школьников в трамваях и троллейбусах в Ульяновске стал бесплатным. С этой инициативой в прошлом году выступил губернатор региона Сергей Морозов. Его поддержали как в городской администрации, так и в Ульяновской электротрансе. В декабре месяце, значит, узнав о такой инициативе, мы провели совещание с кондукторским и водительским составом, проинструктировали, что с 13 января будет такая и проходить у нас акция, как бы у нас пробный эксперимент. Значит, для каждого кондуктора до водителя довели информацию, о которой я сказал ранее, значит, что служит основанием для проезда. Естественно, для предприятия это будет нагрузкой, но я думаю, что все вопросы, вопросы по выпадающим доходам будут решаться своевременно. С 13 января учащимся образовательных школ для путешествия по городу достаточно показать справку с фотографией, выданную в школе. Кстати, для этого не нужно даже участие родителей. За справкой школьник может обратиться сам. Единственное, что необходимо, это иметь при себе фотографию. Справки мы начали выдавать еще до зимних каникул, выдавали справки на зимних каникулах и сейчас продолжаем выдавать справки. И я думаю, что до конца недели все желающие справки получат в своих образовательных организациях. Многие школы уже справки эти все выдали. Мы, как образовательная организация, узнали об этой инициативе заранее. И основной нашей задачей еще в декабре месяце стало информирование родительской, учительской общественности, ну и, конечно, детей. В первую очередь мы проинформировали учителей, классных руководителей. Следует отметить, что бесплатной становится любая поездка, то есть школьник может ехать в любое время, куда нужно. Будь то библиотека или спортзал, урок в музыкальной школе или кружок в местном ДК. Это очень важно, удобно и благоприятно влияет на бюджет семьи, потому что мой ребенок посещает два кружка дополнительного образования, на которые мы добираемся на общественном транспорте. И, конечно, преимущество теперь электротранспорта в том, что он стал бесплатный. По справке школьника, Маргарита сегодня поехала впервые, однако кондуктор в трамвае оказался осведомлен о нововведении, проблем не возникло. В городской администрации отметили, что в течение первой недели, даже при отсутствии справки, дети пользуются транспортом бесплатно. По всем возникающим вопросам граждане могут обращаться по телефону 58 46 60. Круглосуточно. Павел Половов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правды ТВ. Руслан Баталов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правды ТВ.